Здравствуйте, я Андрей, у меня есть медведь и самолет. Я импресарио медведя Мансура. А медведь Мансур вам сына заменил? Как вы решили, что он должен стать все-таки сыном полка? Мы его вернули с притравочной станции уже на аэродром. То тут, ну а какие у нас варианты? Больше вариантов не было. Ну а вы сами на самолете попадали в какую-нибудь передрягу? Дима, приготовь черную карту. Андрей Иванов. Инженер, пилот, хозяин медведя Мансура. Летать на самолетах мечтал с детства, так как дом, где он жил тогда с родителями, находился рядом с Тушинским аэродромом столицы. В школьные годы успел покорить небо на планере и легкомоторном самолете. Высшее образование получил в Московском авиационном институте, стал инженером. В течение последующих 10 лет конструировал самолеты, приобрел собственный и вместе с друзьями отреставрировал Ил-14. Совершил кругосветную арктическую экспедицию, участвовал в почете белых медведей, искупался в трех океанах и стал отцом для медвежонка Мансура. Здравствуйте, это программа «Карт-бланш», программа, в которой серьезные люди традиционно отвечают на вопросы серьезных журналистов. Журналистов сегодня двое в студии, ваш покорный слуга и Михаил Борисов. Рад видеть вас и всех наших зрителей. Так, очень хорошо. И в программе «Карт-бланш» просто невозможно без гостя существовать, поэтому гость у нас, конечно же, сегодня есть. И что это за человек? Это и инженер, пилот и хозяин медведя Мансура. Андрей Иванов с нами на связи, на удаленной связи. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Андрей, готовы ли вы поучаствовать в «Карт-бланше»? Надеюсь, что да. Да, конечно, готов. Андрей, скажите, а медведь Мансур вам сына заменил? Ну, на данный момент фактически да. То есть он как ребенок для меня. Ну, такой ребенок сколько он сейчас весит? Он весит без малого 300 килограмм. О, мама дорогая. И для ребенка, наверное, многовато. И плюс еще и ест много, наверное. Ест много, аппетит хороший. Особенно осенью сейчас ему надо к зимней спячке готовиться. Поэтому дай бог, чтобы вошел в зимнюю спячку. Пусть ест. Но какой у него рацион? Что он ест? Он ест фрукты, овощи, орехи, мед, яйца вареные ест. Со скорлупой вместе? В растительную пищу в основном. Недавно французские зрители узнали о Мишке Мансуре и о медведице Машке, который также живет в Калуге. Вот эта известность в Ютьюбе, в интернете, в социальных сетях, она помогает вам содержать Мансура? Да, конечно, это очень сильно помогает. Фактически все то благоустройство, что сделано у Мансура, это сделано на пожертвования людей. Неравнодушных людей, которые помогают нам, помогают Мансуру. И на их деньги, на их ресурсы, кто-то там орехи присылает, кто-то мед. В общем-то, построен вольер, построен бастейн, сейчас сад высаживается. Медведь Мансур укладывается в минимальный прожиточный минимум? Никак нет, не укладывается. А сколько? В неделю где-то уходит порядка 10 тысяч рублей на питание его, просто на продукты питания. Ну, с другой стороны, если считать в килограммах, это 3-4 больших человека по весу. Ну вот, где-то примерно так и получается. Эти самые посылки с орехами, с медом, с вкусняшками, они в Воротынск приходят, рядом с которым Мансур живет? Или вы их по Москве там, может быть, собираете и на машине везете в Калужскую область? На данный момент они приходят на мой домашний адрес, либо к кому-то из ребят. И мы привозим в Воротынск к Медведю Мансуру. Была идея сделать почтовый ящик «Медведь Мансур», как вот у Деда Мороза. Но пока это в процессе переговоров с Почтой России, надеемся, получится. Андрей, а давайте начнем с самого начала. То есть, ну, вот перед нами человек, у которого есть медведь. Ну, как оно все начиналось и насколько это было случайно, и почему вы решили нести за него ответственность? Медведя мы заводить не планировали. В общем-то, это оказалось делом случая. Мы приехали в очередной, там, выходной на аэродром заниматься самолетами. В Орешково? В Орешково? Да, нет, не в Орешково, в Орловку. Орловку. Это было в Тверхозаводске. А, Орловке. И на аэродроме уже был, бегал маленький медвежонок, которого, скорее всего, подбросили, кто-то подбросил на неделю. И в выходные мы его просто уже вот встретили. Ну, а дальше он стал тыном полка. Пытались его определить, пытались определить Пажетновым в центре реабилитации, пытались в заповедник определить. Ну, в итоге попал на притравочную инстанцию, в которую забрали мы его, и дальше уже стали воспитывать. Самого, ну, летное поле, это же большое поле, и медвежонок, наверное, не очень был привычен к людям как к таковым. Как вы его ловили на взлетном поле? Его никто не ловил, медвежонок, наоборот, очень боится потеряться, маленький медвежонок. То есть это заложено у него на уровне инстинкта, чтобы он не терялся от матери. Поэтому он воспринимал человека сразу, как оказался у нас в руках, воспринимал, как мать. То есть он боялся потеряться. С ним в этом плане было очень хорошо. Можно было в лес ходить, гулять обратно. То есть ни на поводке никак, а вот он бежал за тобой. Для медведя вы оборудовали детский городок, поставили горку. Он покорял лестницы, по которым пилоты восходят на свои самолеты. А какой самолет или какой-то агрегат был самым любимым у Мансура в Тверской области? Это, конечно, самолет Ил-14, у которого мы на нем работали. Основные работы проводились, поэтому Мансур и в самолет лазил, и по стремянкам, и в инструменте, и в смазку залезал. То есть он такой, как шаловливый ребенок, который требовал внимания, который... Все ему было интересно, поэтому помогал нам работать. Ну а как вы решили, что он должен стать все-таки сыном полка? Это же было, наверное, не только ваше решение, но и других ребят. Вы понимали, какой груз ответственности и материальный, в том числе, вы на себя накладываете? Когда его мы не сумели... Ну, там на аэродроме пытались даже не мы, а на аэродроме пытались люди его определить, руководство аэродрома. И когда поняли, что Медвежонок никому не нужен, то есть у него судьба либо притравочная станция, либо какая-то придорожная кафешка, клетка, и мы его вернулись в притравочную станцию уже на аэродром, то тут... Ну, а какие у нас варианты? Больше вариантов не было, кроме как начать ему с вольер. Ну, может, вы думали, ну ладно, сейчас на месяцок возьмем, потом решим, чего делать? Нет, не думали, потому что поняли уже, что медведи, к сожалению, медведи в нашей стране, они никому не нужны. Ну как, вот пока он маленький, его продают, даже на черном рынке продают этих медвежат, он как игрушка. Ну, это буквально первые там 8 месяцев, 6-8 месяцев. А потом он становится большим, да? Потом он начинает уже там задирать там собак, курей, ну, то есть его начинают бояться, и дальше его готовы там отдать. На втором году жизни медвежонка готова отдать и еще приплатить денег. Поэтому, в общем-то, вот такие игрушки, живые игрушки, они до двух лет зачастую не доживают, то есть попадают на притравки, либо в какие-то клетки кафе. Зоопарки переполнены бурым медведем, не нужны. Хорошо, если в цирк медведь попадет, потому что, в общем-то, ну, цирки, если мы не берем там какие-то шапито, то большие цирки, там условия задержания, в общем-то, хорошие. И так же, как в хороших зоопарках. То есть это не передвижные зоопарки, а там московские, сочинские, ярославские зоопарки. Там для зверей созданы, конечно, очень хорошие условия. А вернуть его в природу, это вообще был не вариант, да? Вернуть в природу, это было первое, что мы пытались сделать. Мы обратились к Пажетнову, это ученые, которые в Тверской области, Тропецком районе, занимаются реабилитацией маленьких медвежат и возвращением в природу. Но проблема в следующем. Если медведь впечатлил человека как своего друга, как там отца или мати, ну, в общем, кого-то родного, этот медведь уже реабилитировать его не получается. Он воспринимает человека как доброе существо, и выпущенный в лес, он выйдет в ближайшую деревню, где будет застрелен. Просто застрелен, потому что медведь вышел к людям, человек боится. И, в общем-то, мы столкнулись сейчас, вот, содержаем медведя, мы столкнулись с проблемой в том, что не людей от медведя надо защищать, а медведя от людей. Поэтому пришлось ставить даже второй забор вокруг вольера медведя. Да, это вот очень интересная история, мы чуть впереди о ней расскажем. Но что заставило вас перебраться из Тверской области в Калужскую? Только ли расширение аэродрома и средств летательных, либо людское взаимоотношение там, в Орловке? В Орловке очень хорошее было взаимоотношение, то есть я безумно благодарен руководству Орловки, Михаилу Георгиевичу, Тимуру Михайловичу, его сыну, и руководству аэродрома. То есть относились и к нам, и к медведю очень-очень по-доброму люди. Поэтому, ну тут, ну сложилось так, что вот решили мы переехать на аэродром Орешково в Калужскую область, где строить вольер уже начали. Плюс полоса здесь большая была, бетон, 2 километра, поэтому переехали с самолетами с медведем в Калугу. Многие не знают, но у Мансура есть и второй папа, и его им считают Федора Паченкова. Скажите, ваши пути с Федором разошлись, или вы по-прежнему дружите в течение 4 лет? Нет, наши пути разошлись. Федор ушел с проекта, он, в общем-то, построил вольер, руководил стройкой вольера. Ну и, я скажу так, видимо, эмоционально человек перегорел. Тяжелое было лето по постройке этого вольера. Ну вот, он от нас ушел, к сожалению. Кто-то ему на смену пришел, новые лица в вашей команде появились? Да, новые лица появились, появляются и появляются дальше, появляются ребята. И вот можно посмотреть, как дальше развивается проект. После этого уже построен бассейн, построен второй забор, построена облагоороженная территория. Кухня построена, сад высаживается. То есть, этот проект, он растет, развивается и, в общем-то, все хорошо. Какой оборот у Мансура? Сколько ему пожертвований приходит от зрителей Ютьюба и от посетителей, которые к нему приезжают? Вы разговариваете с Мансуром, когда заходите. О чем вы разговариваете? Жалуется ли он вам на какие-то свои медвежьи проблемы? Если долго не был у него, он начинает лизать руки, сосать руки. То есть, это признак того, что он очень соскучился. Юноша прюнул ему в морду. С чего эта история началась и чем завершилась на данный момент? Его нельзя обижать. Если ты его обидел, он запомнит и потом тебе эту злость вернет. В марте этого года из-за пала травы огонь подошел к вольеру Мансура. Кто его спас? Его спасали ребята, спасала Лада, кормилица. В ваших планах есть создание семьи Мансура и Машки. Я был на вашем аэродроме. Я не знаю, помните вы или нет, я приезжал с ребятами, с Сергеем и Вероникой, по-моему, с Вероникой тоже, из Центра реабилитации диких животных «Феникс». Они сказали, поедешь к Мансуру? Поеду. И мы с ним поехали. Что я увидел? Я увидел очень трепетное отношение к Медведю. Во-первых, потому что реально все круто, территория у Медведя была построена и сделана. Во-вторых, я увидел, что на территории очень много таких прямо толстых, хороших деревьев, живых, у которых ободрана кора. То есть я понял, Мансур лазит по деревьям. А потом я увидел Андрея. Вас, Андрей. Вы зашли в вольер и начали с Мансуром играть. А он уже не маленький. Но это было, не знаю, полтора-два года назад когда-то. Как вы так делаете? Он вас тоже считает за своего родителя? Вы не боитесь? Ведь он здоровый Медведь. У него когти, там посмотреть страшно. Зубы? Ой, кошмар. Ну, Медведь, как и, в общем-то, любое другое животное, испытывает чувства, испытывает эмоции какие-то. То есть человек, когда говорит, что зверь, он не может испытывать чувства и эмоции, он, в общем-то, ошибается. То есть не только чувства голода, да? Но и другие какие-то чувства. Нет. Он испытывает и чувства любви, и чувства привязанности. И, в общем-то, очень чувствует зверь, намного сильнее чувствует, в каком эмоциональном состоянии к нему заходишь. Он пытается копировать эти чувства. Чувство благодарности к зверю. То есть вспомните, сколько историй, когда там вот собака, с которой там хозяин расстался 10 лет назад и встречается заново. Собака вспоминает его. Вспоминает и не отпускает. С медведем, в общем-то, все то же самое. Как и любое другое животное, они очень, очень запоминают, когда к ним по-доброму относились. Вот эту доброту звери запоминают и потом с торицей возвращают. В то же время медведь злопамятное животное, как про него рассказывают. То есть его нельзя обижать. Если ты его обидел, он запомнит и потом тебе эту злость вернет. То есть нам в московском зоопарке сказали сразу, не вздумайте медвежонка наказывать. Как бы там ни складывалось, как бы он там ни шкодил, что бы ни делал, не вздумайте его наказывать, он потом вам это припомнит. Поэтому с Мансуром мы, в общем-то, все взаимодействие с ним строится только на доброте, на каких-то добрых, хороших отношениях. Если он начинает там шкодить, если он начинает хулиганить, просто останавливаем общение. То есть вот игра, играли, он начинает там разыгрываться, все, остановили общение, вышли, дали ему успокоиться, дальше продолжили игру. То есть вот по такой методике с ним взаимодействуем. А вы, когда заходите к нему в вольер, не знаю, чувство страха присутствует какое-нибудь? Нет, чувства страха нет. Я смотрю вначале его состояние, настроение, и когда захожу в вольер, я смотрю, опять же, я смотрю на его поведение. Если он не хочет играть, он разворачивается, уходит. Не надо его там преследовать, ему навязывать свое. То есть медведь, в отличие от собаки, он не ориентирован на человека, зверь, который не ориентирован. У него есть собственное «я», и с ним можно либо договориться, либо на что-то поменяться, либо уговорить его, но он не ждет от человека команды. Поэтому нужно стараться его почувствовать, и, исходя из его настроения и интересов, в общем-то, вести себя в соответствующее. А вы, ну наверняка, вы разговариваете с Мансуром, когда заходите. О чем вы разговариваете? Жалуется ли он вам на какие-то свои медвежьи проблемы? Понимаете ли вы его? Иногда жалуются, ну первое, когда к нему заходишь, он, если долго не был у него, он начинает лизать руки, сосать руки. То есть это признак того, что он очень соскучился. Обнюхивает, начинает с ног обнюхивать. Тем самым получает информацию, где я был, что делал. То есть ноги, ботинки, ноги, штаны. А, ты был с другим медведем! Иди сюда! Медведицей другой! Да, да, да. Ну, вы с ним разговариваете, Андрей? Конечно, разговариваю. То есть все с ним взаимодействие, это с разговора. Даже когда там уже вечером с ним можно сидеть, все равно это идет разговор. И для него это голос человека, для него важен. Ну, как вы можете быть уверены, что он что-то понимает из того, что вы сказали? Рассказали. По его поведению, по его реакции. Он реально понимает? Дословно, он не понимает, как там вот такой диалог вести. Но он понимает интонацию, понимает, как состояние, состояние мое. И показывает свое какое-то состояние. То есть все равно... Ну, и кошки приятно доброе слово, поэтому не просто же так говорят. Но находятся те люди, которые решают поэкспериментировать с Мансуром. Вы уже упомянули о случае, когда юноша плюнул ему в морду. Нашумевшая история. Нашумевшая история. Камеры все это зафиксировали. С чего эта история началась и чем завершилась на данный момент? Ну, вы знаете, этот молодой человек, он хороший парень. Реально хороший парень. Он пришел, он извинился, принес фруктов Мансуру. Ну, просто ему было интересно. Видимо, слишком мало опыта у молодежи по взаимодействию со зверьем. Поэтому... Скорее всего, у него даже нет собаки. Поэтому вот он увидел медведя. Ему хотелось, чтобы медведь на него как-то отреагировал. Ничего злого, дурного он в душе не держал. Поэтому Мансур просто не понял то и чего. И так как зверь, в общем-то, в первую очередь, он эмоциональное состояние считывает человека, который рядом с ним. Поэтому, ну... Да, конечно, мы все очень бурно отреагировали. Что, ну как же так? Ну что это за поведение? Ну вот... В общем, не стоит акцентировать на этом, там, много внимания. Человек искренне извинился, и поэтому... Готовясь к этой передаче, я узнал еще об одном ЧП, что называется, может быть, менее известном, чем эта история. В марте этого года из-за пала травы огонь подошел к вольеру Мансура. Кто его спас? Его спасали ребята, спасала Лада, кормилица Мансура, кто вот каждый день кормит его. Поэтому, ну вот сейчас мы в этом году поставили второй забор и территорию чистим от веток сухих. Вот траву выкашиваем, то есть, чтобы не допустить такое... Пал травы, в общем-то, вблизи вольера, вот в следующей весной. А я чисто визуально, визуальное восприятие включаю для того, чтобы сравнить Мансура, медведя, и медведицу Машу. Я увидел, ну, в принципе, такую приличную, я не знаю, убранную, ну, хорошую, живую. Понятно, что люди старались, а медведь не сломал территорию у Мансура. Вот, то есть, медведь не сломал. Приходишь к Маше, к медведице, в центр реабилитации диких животных Феникс, там ковардак. Это разорвала, это поломала, люди старались, принесли ей пень, она ей пень перевернула, ну, и так далее, и тому подобное. Вот, чего они такие разные по своему эмоциональному восприятию жизни? Почему Машка все рвет, а Мансур как-то более бережно относится к тому, что там ему понаделали? Ну, Мансур тоже пытается сломать, пытается для медведя, в общем-то, сломать игрушку или что-то сломать, для него это счастье. Если он не смог сломать, он теряет интерес. То есть, если сломал, день удался. То есть, это такой маленький варвар, прямо скажем, с огромной силой, с огромной, в общем-то, изобретательностью. Но задача сломать, это первоочередная задача. Поэтому Мансур также ломает там круги, просто мы выкидываем, ну, что-то сломанное, ну, вот, вешаем новую игрушку. А у Машки проблема в том, что ей, конечно, территорию бы побольше. И лес, и бассейн, то есть, ну, для нее это первое. А второе, она бандитка такая, вот, камчатская медведица, которая, конечно, в детстве, там, и собаки ее, я так понимаю, кусали, и от человека она пострадала. И поэтому Вероника Сергеевна все силы прикладывают, которые только могут. Они, ну, просто герои, вот, в моих глазах и в глазах наших ребят. Сколько они со зверьем, вообще, как реабилитационный центр у них работает. Но им бы сил побольше, денег побольше и, конечно, территорию получше бы. В ваших планах есть создание семьи Мансура и Машки? Нет, в планах нет создания семьи, потому что, ну, самое главное, что делать с медвежатами потом? Это будут, опять же, скироты, которые всю жизнь проведут заточение. А самое большое счастье для животного – это жить в естественных условиях, в природе, в естественной среде обитания. Я сейчас козырями пойду. Козырями. Вот козырной вопрос у меня сейчас. А вы уверены, что все требования по технике безопасности при житии медведя недалеко от населенного пункта у вас соблюдены? На данный момент мы поставили второй забор. И посещение медведя у нас, в общем-то, мы отказались от свободного посещения медведя. Потому что, ну, действительно, если человек приходит без нас и несанкционированно перелезет в забор и полезет к медведю, то, ну, как тут можно гарантировать? Поэтому создаем специально дорожки, сделали, по которым, если приходит организованная группа, может пройти, не подходя к медведю, чтобы никто там не совал руки через забор. Ну, вот, пытаемся такими примитивными методами, в общем-то, обезопасить людей. Защита от дурака. То есть я правильно понимаю, что есть основной забор, который мешает Мансуру выйти из вольера? И есть второй забор, который мешает людям подойти к Мансуру? Да, именно так. Пришлось вот в этом году собирать деньги и ставить второй забор, который ограничит несанкционированный доступ к медведю, просто вот, к людей. А там это электричество по периметру, вышки? Нет, минное поле только. Да, да. В период пандемии в парке птиц был объявлен сбор средств. И за несколько месяцев, за несколько недель посетители парка переслали добровольные пожертвования в размере 4 миллионов рублей. Какой оборот у Мансура? Сколько ему пожертвований приходит от зрителей Ютьюба и от посетителей, которые к нему приезжают, которых вы допускаете? Ну, всю эту информацию можно посмотреть на сайте Мансура. Там открытая бухгалтерия, то есть все деньги, которые были присланы, они отражаются на сайте. Также все траты, которые идут на медведя, также идет отражение на сайте. Поэтому, там, за всю жизнь его, по-моему, порядка 7 миллионов было собрано и потрачено. А вы празднуете день рождения Мансура? Конечно, празднуем день рождения Мансура. Дарим ему торт со свечками. Это в начале февраля празднование идет. Он радуется. Свечки ему не очень интересны, но торт с удовольствием съедает. Ну, это прям натуральный торт, сладкий или там... Овощи намешанные и рыбы. Нет, фруктовый торт, ничего страшного, там, раз в год можно побаловать ребенка сладким тортом. Ну, ребенок, сколько ему уже сейчас? Ему сейчас пятый год, то есть... Но все равно ребенок? Ну, для нас, конечно. Для родителей, даже взрослые дети, это дети. А вообще у подобных медведей каков срок жизни? В природных условиях это где-то 20-25 лет. В зоопарке, где есть ветеринарное обслуживание, где хорошее содержание, где питание, это до 50 лет медведи живут. Ого! О Бансуре поговорили. Пора о вас. Да, у нас же гость в программе, Андрей Иванов. Давайте про него поговорим. Вы впервые пришли на аэродром в 11 лет и спросили у ближайшего человека, а где здесь можно научиться летать? Вот, после этого вопроса, сколько времени прошло, когда вы поднялись в небо? Прошло где-то полгода, и я поднялся в небо. Но это был Советский Союз, это я застал еще кусочек Советского Союза. Это работали юношеские планерные школы, аэроклубы работали, где любой молодой человек или девушка могли прийти и бесплатно начать летать. Поэтому мне повезло, попал в планерную школу, юношеская планерная школа на Тушинском аэродроме. И вот это было в августе где-то я пришел, а уже в феврале я полетел первый раз. Это было быстро, сейчас такое в принципе невозможно, да? Сейчас возможно, возможно летать, но тут нужно, чтобы у родителей были деньги, чтобы они могли платить за летное обучение, за полеты, что достаточно дорогое удовольствие, и далеко не все могут это позволить себе, к сожалению. Ну, о каких суммах идет речь, которые родители должны быть готовы потратить? Ну, вот обучение на самолете в авиационном учебном центре, это сейчас порядок где-то, наверное, 700-800 тысяч рублей стоит обучение. Но этот человек получает пилогское свидетельство по результатам обучения. 42 часа налета. К сожалению, это огромная сумма, причем она во многом завышена из-за большого бюрократического аппарата чиновников, которые все хотят кушать, как говорится. Ну, вот, к сожалению, это реалии. Мало очень учебных центров, большие суммы. Вы являетесь директором межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. А вам удалось решить какие-то проблемы, возглавляя организацию? Ну, возглавляет организацию, я исполнительный директор практически, а руководит организацией у нас Тюрин Владимир Владимирович, председатель правления, президент и председатель правления. За время его правления, в общем-то, организация много полезного сделала для частных пилотов, для авиации. То есть это создан ряд сервисов, таких как база аэродромов МАПС АОПАРУ по всей России. Это структура воздушного пространства интерактивная сделана. Это созданные сервисы АОПА-трекер, которые направлены на безопасность полетов, на автоматическое отслеживание движения воздушного судна. И в случае аварийной какой-то нештатной ситуации мы знаем с разрывом в две минуты, знаем крайнюю точку, где было это воздушное судно. То есть эта система работает в отличие от системы КАСПА-САРСАД и уже спасла порядка 10 жизней. Ну а вы сами на самолете попадали в какую-нибудь передрягу? Ну были разные приключения, конечно. Ну например, самое опасное и самое яркое. Тут забравка некачественным топливом была, когда вынужденные посадки приходилось совершать и менять топливо. Это куда вы садились-то? На поле на кукурузное? На поле садился, на дорогу садился с подбором. У вас первый самолет был Cessna 150? Да, самая маленькая из серийно выпускаемых. На Авито, кстати, сейчас такой самолет 150С, по-моему, продается за 2,5 практически миллиона. Вы свой за сколько покупали и зачем? В США мне этот самолет обошелся где-то в 7,5 тысяч долларов. С учетом доставки, растаможки, ремонта этого самолета. Он мне обошелся здесь уже в России в хорошем летном стане в районе 30 тысяч долларов. А как он через океан перебирался? В контейнере 3 самолета в одном контейнере морском. А, ну то есть крылья откручиваются и фюзеляжи и крылья лежат рядом, да? Так примерно? Да, в один контейнер можно положить 2-3 самолета. И они приплывают на тукогруде. В Питер приплывают или в Финляндию приплывают. И дальше приводят тоже в Москву. Я умный, а Миша, вот все знаю, все знаю. А знаешь ли ты, что Андрей и курсы выживания в Новгородской области проходил? Андрей, чему научитесь? Змей есть? Курсы выживания проводит наш учитель, это Михаил Ярин. Профессиональный выживальщик, профессиональный инструктор. Он обучает, как должен себя вести человек, оказавшись в природной среде, чтобы ему в комфортных условиях, относительно комфортных условиях, спокойно просуществовать двое-трое суток. Пока тебя найдут, прибудет спасательная команда. Хорошо, тогда возникает вопрос, что первое должен сделать человек, поняв, что он потерялся? И что второе, и что третье? Мы не рассматриваем, что потерялся, мы рассматриваем, что мы совершили вынужденную посадку. А дальше необходимо, ну опять же, первое это травмы, если какие-то получено, то есть купировать эти травмы. А дальше обеспечить себя теплом, светом и едой. Ну то есть найти электростанцию поблизости, столовую, да? Вот примерно так. Ну, создать, то есть у нас вокруг достаточно много, мы все-таки летаем там, где есть леса, где есть какие-то ветки, деревья. Поэтому можно создать огонь и обеспечить себе, то есть это свет, это тепло. А дальше уже вокруг этого строить там какое-то себе убежище, где можно переночевать комфортно. И на этом огне ты можешь уже себе приготовить, там что-то, какую-то еду подогреть. Вот, а где еду-то брать? Ну, во-первых, есть в самолете носимый аварийный запас, НАСА, который лежит. Там сублимированные продукты, которые можно там залить водой горячей. И, в общем-то, вполне комфортно существовать. Даже если этого нет, то можно нагреть воды, имея огонь. Вот, нагреть воды и там заварить те же листики-брусники. И сделать себе напиток такой. Я пил чай, ой, не чай, воду из растопленного снега, получившуюся невкусно. Ну, невкусно, но можно добавить туда чуть-чуть хвои, чуть-чуть листиков брусники, выкопанных под снега. И получится вполне вкусный напиток. Окей. Самое главное, это будет горячий напиток. И он согреет человека, он не даст обезвоживанию организма. Поэтому, ну, тут, вот я говорю, свет, тепло к себе обеспечить. И дальше можно уже как-то там. Комфортные условия существования, даже в лесу. Плюс это прекрасное средство сигнализации. Когда тебя будут искать, огонь, костер, он виден издалека и хорошо виден. Вы человек, который совершил кругосветное путешествие. Где стартовала кругосветка? Какие страны покорили? Ну, мы полетели, и грех было не искупаться во всех трех океанах. То есть это и Северный Ледовитый, это и Тихий, и Атлантический океан. Вы подсчитывали в Арктике белых медведей. Сколько насчитали? Вот вы остановились на Мансуре. А думали о том, чтобы еще и каким-то другим животным помочь? Андрей Иванов в программе «Давай поженимся». Благополучно ли завершилась передача? И нашли ли вы себе невесту? Я импресарио медведя Мансура. А вы сейчас в автомобиле один? Вы человек, который совершил кругосветное путешествие. Я понимаю, что это арктическое кругосветное путешествие, пока единственное в вашей жизни. Расскажите, где стартовала кругосветка, какие страны покорили, и что необычного происходило в ее ходе? Да, я участвовал в кругосветке. Меня приняли в состав экспедиции, которую организовали самарские авиастроители, то есть это НПО «Аэроволга», Алафинов Сергей Вячеславович, ну и в составе знаменитых космонавтов наших, пилотов, Токрова Валерия Ивановича, Атькова Олега Юрьевича, это вот космонавты. Мне посчастливилось быть в их экипаже. Пролетели мы по всей России, то есть с Самары стартовали на самолетах «Анфиби» российского производства. Два самолета «Ла-8» и один самолет «Парей» маленький. В составе экипажа также был французский пилот, один, все остальные русские. И мы пролетели вдоль всего северного побережья до Чукотки, до бухты Проведения. Там прошли таможнюю границу и перелетели через Беринг-Полив на Аляску, в город Ном. Дальше у нас был полет по Аляске, потом Канада, северные территории, Нунавуд. И далее граница Канады, это земля Баффинова была, граница Атлантического океана. Перелетели Атлантику в Гренландии, оказались, прошли по югу Гренландии, через ледник прыгнули. И дальше с восточного побережья Гренландии полетели в Исландию. Подождите, сколько вы летали-то? Где-то порядка 40 дней экспедиция была. 42 дня, 21 тысяча километров. Да. Почему вы написали, что северно-ледовитый океан самый теплый? Ну, мы полетели, и грех было не искупаться во всех трех океанах, то есть это и северный ледовитый, это и тихий, и Атлантический океан. И вот как нам показалось, северный ледовитый океан оказался самым теплым, самым приветливым. В принципе, в этом году мы тоже купались в Карском море, и тоже оно было теплое. Я правильно понимаю, что вот эта группа веселых... Путешественников, космонавтов. Да, группа путешественников в веселых плавательных штанишках заходит в северный ледовитый океан и весело плескается? Примерно так? Ну, конечно, но это же интересно, это же... Когда есть такая возможность, ну почему не окунуться, не попробовать эту воду? Она прозрачная, чистая, соленая, ну, прелесть. А еще если солнышко светит, так это лучше, чем черноморский пород, я вам скажу. Но между тем, вам Канада-то не понравилась, не захотели вы там жить. Из-за чего? Ну, честно сказать, я... Вот больше месяца отсутствия дома, мне уже становится совсем грустно. Поэтому, что в Штатах я путешествую когда, что вот у рассветки... Ну, дома это дома. А в Канаде... Да нечего там делать. У нас намного интереснее. Тем более теперь и медведь. Кроме всего прочего. Перекинем мостик на экспедицию, которую вы совершили в этом году. Вы подсчитывали в Арктике белых медведей. Сколько насчитали? Ну, я был всего лишь вторым пилотом в экипаже Токарева Валерия Ивановича. Это космонавт, герой России. Медведей считали ученые из Института Северцева. Целая научная программа была. И будет еще, я надеюсь, насчитали всего 37 медведей. 15 медведей на Новой Земле, на юге Новой Земли. И 20 медведей на острове Бело. Что можно сказать? Очень разное поведение медведей на Новой Земле и на острове Бело. По информации неофициальных источников, в районе Новой Земли практикуется нелегальная охота на белого медведя. Медведь пуганный, медведь боится самолета. Медведь при виде самолета, летящего на высоте 300 метров, начинает бежать. Бежит именно от самолета. При этом делаешь вираж, разворачиваешься, с другим курсом заходишь, медведь меняет направление и тоже бежит от самолета. Ребята, кто на яхте в этом году ходили в том районе, говорят, что медведь действительно очень пуганный. Он боится даже квадрокоптера. Ну вот, также там, со слов местных жителей, которых удалось разговаривать, рассказывают, что порядка, по-моему, за 2 миллиона рублей можно организовать охоту на медведя на белого. Хотя это медведь и в международной красной книге, и в российской красной книге. То есть там контроля вообще, что ли, никакого? Пустыня, пустыня? На новой земле там военные. Там военные, там фактически кроме военных никого больше нет. Поэтому какой за ними может быть контроль? То есть есть живой пример, когда два года назад на острове Врангеля нашли трех медведей. Один убитый, двое ранено. Есть экспертиза Казанского бот-сада по результатам вскрытия этих медведей. В них стреляли из нарезного оружия, стреляли калибр 7,62, стреляли с высокой точки и с большого расстояния. То есть снайперская винтовка фактически, да? Это стреляли однозначно с вертолета. С вертолета... Ну, кто может с вертолета стрелять? Вот тем более вот так. Это тем более в районе там острова Врангеля. Это однозначно военные. То есть либо это какие-то чиновники прилетали, либо военные. Генералитет там, еще кто-то кого-то привозили. И просто ради развлечения застрелили трех медведей. Двое были ранены так, что они не выживут. У одного там нерв задет на передней лапе, у второго тоже там сильное повреждение. Один введь труб куда был. Поэтому, ну вот, к сожалению, чиновники... Но, все-таки, это предположение, как говорится, не видел, значит, не было, да? Увы, к сожалению. Ну, это предположение, да. Которое расследование, в общем-то, замылили. То есть мы обращались и в Росприроднадзор, и в прокуратуру. Все опустилось до местного участкового, который сказал, что никого не нашли. Поэтому дело закрыто. Ну, конечно, это должен местный участковый расследовать. А кто еще? На новой земле. На новой земле. К самолетам немножечко возвращаюсь. Вот, есть у человека автомобиль. Он платит, ну, бензин там понятно, обслуживание понятно, ремонты понятно. Но он еще и платит некий транспортный налог. А с самолетами как? Все то же самое. Только налог, скажем так, совсем неадекватный, очень большой. То есть, пример, транспортный налог на самолет типа Ан-2, это кукурузник. Самолет-кукурузник. За него транспортный налог в год 250 тысяч рублей. Или 250 рублей с лошадиной силы в год. 250 с лошадиной силы? Да. На маленькую ЦЕС, ну, это порядка 25 тысяч рублей налог. Ну, это вот московские цены. По Калуке, может быть, это дешевле. Так, а подождите, у вас же самолеты в Калужской области? Они важны. Налог рассчитывается по месту прописки, постоянной прописки владельцам. То есть, самолеты я могу держать где угодно, а налог я должен заплатить по Москве. Пропишитесь там в Орешково. Ну, если только так, да, постоянную прописку сделать. А мы постараемся, чтобы налоговые льготы для пилотов в Бабынино были. Потому что у них есть Мансур. Вы в марте этого года вместе с Мансуром стали обладателем Лохматого Оскара. Дело происходило в Калининградской области, в городе Зеленоградске. Да, есть такое, на берегу Балтики. Скажите, пожалуйста, как распорядились наградой и кубком, которые вам вручили? Кстати, прекрасный городок Зеленоградск, прекрасный. Награда была съедена Мансуром, бебочонка меда. Вот он оценил ее, был благодарен. А кубок стоит в кухне Мансура на почетном месте, поэтому там фактически музей собирается, такой вот артефактов медвежьих. Они вас сами нашли или вы сами себя номинировали вместе с Мансуром? Они нашли нас сами. Ну а вообще многие находят? Ну вот французы приезжали, из Зеленоградска вас нашли. Еще кто-то находил? Мы о чем-то не знаем. Ну и японцы обращались в том году целые, там, две недели снимали фильм про медведя японцы. Поэтому и немецкое телевидение снимало. Ну потихоньку, да. Друзей по всему миру много. Я недавно узнал, что все панды принадлежат Китаю как государству. Вот вообще все. Это закон такой. Любая панда, она государственная. Надо, чтобы с медведями, с русскими так было, нет? Но если бы в России к медведям относились так же, как в Китае к пандам, это было бы счастье. В Китае за убийство панды смертная казнь. Ну да. Поэтому молодцы они. Они молодцы, что вот такое уважительное отношение к зверям и формируют, и как бы культивируют у нас, к сожалению, к медведям совсем другое отношение у людей. Скажите, Андрей, вот вы остановились на Мансуре. А думали о том, чтобы еще и каким-то другим животным помочь? Думал, но это уже надо делать на уровне государства. Это нужно создавать медвежий форт, медвежьи приюты, куда можно было бы медведи, которые оказались в руках человека и пострадали от человека, где они могли бы жить. Либо в полувольных условиях, ну то есть в условиях максимально приближенных к природным условиям. Нужно это делать, но это должна быть программа. Не как мы сейчас вот там собираем с любителей и друзей Мантура, они помогают, и мы вот на эти деньги что-то строим. Это уже на уровне государства или каких-то компаний больших только можно сделать все такие. Но я, в принципе, не только про медведя спрашивал, я, в принципе, спрашивал про животных. Конечно, конечно, нужно создавать реабилитационные центры. Ну вот вы сами видите, вот Вероника с Сергеем, вот они такой центр создали, они этот центр тянут, но это, ну им памятник при жизни надо ставить. Конечно, им нужна, очень нужна там государственная поддержка или поддержка крупных компаний. У них есть знания, у них есть опыт. Ну вот чуть-чуть бы побольше денег, сил и возможностей. Ну, я знаю, что и вы тоже помогали центру Фениксу. Ну, мы совсем чуть-чуть помогали. Но помогали же. Несущественно, скажем так. В ноябре 2018 года телезрители Первого канала были ошарашены. Калужане. Андрей Иванов в программе «Давай поженимся». Благополучно ли завершилась передача и нашли ли вы себе невесту? Да и вообще, что у вас это, как так мысли сложились, что вы туда пошли? Ну, цель этой программы была рассказать людям про Мансура и про, в общем-то, про малую авиацию, про полеты, что это здорово и хорошо. Поэтому пошел на эту программу. Здравствуйте, я Андрей, у меня есть медведь и самолет. Ну, медведь, медведи все любят, поэтому я импрессарио медведя Мансура. Дима, приготовь черную карту. Опаньки, готов. Андрей, передача сыграла в вашей жизни какую-то роль? Да, честно сказать, нет, не сыграла. Что с черной картой делать, Миша? Пусть она останется на столе. Здесь? Да. Вот здесь, посередине. До моего следующего вопроса. Черная карта на столе, внимание, недоверие ответу. Андрей, хожу с козырей, возможно, уберете черную карту. А вы сейчас в автомобиле один? Нет, с девушкой. То есть? Ну, мы вместе вот сейчас были на ВДНХ, сейчас планируем ехать домой. То есть у вас в жизни все хорошо? У меня в жизни все хорошо. Дмитрий, убирайте черную карту. Ладно. Как скажете, Михаил. Им финальный вопрос под финал передачи. Если вам предложат продать Мансура, сделка состоится? Нет, сделка не состоится. Друзей не продают. Поэтому... Если человек хочет и готов обеспечить медведю какие-то хорошие условия содержания, то не проблема найти сироту, медвежонка, которому действительно нужны нормальные условия содержания. Спасибо, Андрей, огромное, что поучаствовали в нашей программе в таких вот походных условиях. Ну, хорошо, хоть в машине мы вас обнаружили, а не за штурвалом самолета. Не с высоты километр поучаствовали в нашей программе. И не из клетки с Мансуром, кстати. Андрей Иванов, инженер, пилот и хозяин медведя Мансура. Андрей, спасибо огромное. Удачи вам, терпения, чтобы были деньги на покормить Мансура, чтобы были деньги на построить Мансуру что-то новое или расширить то, что есть. Ну, и спасибо за ваше неравнодушие к братьям нашим меньшим. Ну, как меньшим? 300 килограмм медведю. Кто из нас еще, кто из них еще, из этих братьев меньших, да? Что называется. Все, Андрей, спасибо огромное. Михаил, спасибо, что принял участие в программе. На этом карт-бланш на сегодня завершается. И в очередной раз обращаю ваше внимание, что обязательно будет следующая игра.